История всех так потрясла, что вот смотрите, много-много людей сейчас приходят и придут еще, несмотря на то, что власти сказали нам, что мы не имеем права выходить на площади наших городов, мы все равно это делаем, потому что в данном случае наш гнев совершенно не требует никаких согласований. Мы их уведомили, пускай делают, что хотят, а мы будем делать то, что мы считаем важным и нужным. И мы хотим стоп сказать этому государству, которое убивает детей. Леон Смирнов, депутат Академического района присоединился. Леон, почему вы здесь находитесь сегодня? Поддержать гражданское общество, потому что любой протест против действующей узурпации оккупационно-колониальной власти нужно поддерживать всем активным гражданам, независимо от его принадлежности, потому что мы все в одной лодке. Есть граждане России, а есть коррупционеры, чьи дети живут за рубежом и имеют иностранное гражданство. Именно поэтому они уничтожают наших граждан, наших детей пытками, тюрьмами. Вот Анна Павликова и другие. И то, что происходит, с этим мириться нельзя. Спасибо. 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 Валит лес куда-то. Спасибо большое. Все мои требования написаны здесь. Все мои требования связаны с этим человеком, за которым сейчас все беды в стране. Потому что человеку, закрывавший власть и держащийся за эту власть всеми силами уже 20 лет, как правило, приводит страну к краху, деградации. Еще ни разу в истории мировой, наверное, не было, когда любой из тиранов, любой из диктаторов привел свой народ к подцветанию, к единству. Я наблюдаю то, что правильский народ разобщен в настоящее время. Я наблюдаю то, что оппозиционеры, просто люди, которые не согласны с существующим строем, уезжают очень надолго в лагеря. Я наблюдаю то, что за моей спиной, допустим, находится Кремль или возле него находится здание Four Seasons, где какой-то человек просто купил себе квартиру за 5 миллиардов рублей, в то время, когда старики в регионах просто умирают от голода. Я против этой системы. И уже пора сказать, нет всему то, что происходит в этой стране. Хватит прятаться, хватит бояться, уже достаточно. Все, спасибо. Провокаторов закидывают снегом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кого завели в уголовное дело по так называемой статье О нежелательных организациях И это акция марш материнского гнева Родилась после того, как у Анастасии умирает дочь Пока она находится под арестом Правозащитная организация «Мемориал» признала Анастасию Полистов ученые Галина Полонская, Евроньюз, Москва «Мемориал» 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 Далой полицейское государство! Позор! Далой полицейское государство! Далой полицейское государство! Далой полицейское государство! Далой полицейское государство! Собянинские веселящие клетки! Далой полицейское государство! 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok